Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето. Бла-бла-фьюзинг. Анна, добро пожаловать на мой канал. Представляю здесь свой очередной сегодняшний кето-обед. Он у меня такой, даже я бы сказала, не вполне бюджетный, но, как всегда, конечно же, вкусный и сытный. Я практикую кето-питание уже более двух лет. За это время похудела, подобным образом питаясь на более чем 50 килограмм. Чего и всем желаю, как говорится, всем страждущим. Так, что у меня сегодня на мой кето-обед? Ну, прежде всего, я хочу отметить, ну, вы, наверное, уже заметили, что у меня новая посудка. А посудка у меня новая, потому что было 8 марта. А что еще подарить блогеру на 8 марта? Блогеру, который снимает тарелочки. Конечно же, посудка. И вот такая замечательная чашечка. Вот такая она керамическая, вот прям такая а-ля натурель, короче, полностью такая. Это она как бы и для супа вполне пригодная, и, значит, для вторых блюд тоже вполне. И вот такие вот чашечки тоже маленькие. Мне не хватало их, кстати, для съемки. Вот он. Я их взяла такие разноцветные. В общем, короче, две таких и две таких. В смысле, подарили на 8 марта мне это все. Так, и вот. Ну, и салферочку тоже. Вот эту вот классную тоже. В общем, короче, вот такие у меня теперь будут тарелочки, короче, на канале. Так, что сегодня на обед у меня? Капустный салат. Здесь еще есть дайкон, огурец. Огурец и зелень не считаем. А так еще дайкон. И сегодня заправила горчичным маслом. Это черненькое, это тмин черный. Так, дальше у меня сегодня... Это уже остатки еще скумбрии печеной мультиварочки. Вот здесь буквально 80 грамм. Вся граммовка, кстати, будет в описании под этим видео, как и под всеми прочими, практически под всеми. И сегодня у меня самый главный полезный, ппшно-кетозный продукт. Это авокадо. Здесь половинка такого большого авокадо, почти 70 грамм этого самого авокадо. И сегодня еще вот у меня такой суп. Готовила его еще вчера. Он был на ужин, сегодняшний обед. И, скорее всего, тоже на ужин тоже будет. А может быть, даже еще и завтра. Это так... Я это называю финский суп. А вообще, это сливочно-рыбный суп. Готовится все мега-скоростное. То есть, суп просто мгновенный. Потому что здесь фактически ничего приготовить, даже варить, ничего не нужно. Я вот не помню, я рассказывала про этот финский суп. Но то, что он у меня был на канале, это однозначно. Но вообще, вы просто можете скипятить воду. Лучше, конечно, это будет, если это будет какой-то бульон наваристый, жирненький, мясной даже, без разницы. Но можно просто скипятить воду, вылить туда сливки, 300-400 грамм жирных, прижирных сливок. Чем жирнее, тем лучше, естественно, для кето. Или это могут быть какие-то, допустим, плавленый сыр тоже. Тоже, кстати, я готовлю плавленый сыр. И чем жирнее, тем лучше. В общем, что-то такое жирно-молочно-сливочное. У меня использованы сливки домашние. Они были такие жидкие, но жирность у них там, кстати, ну вот, ну то есть она неизвестная, короче. Сливки были домашние, поэтому, ну я думаю, что больше 30% точно. Я посчитала их как 33% сливки. Так, 300-400 грамм сливок на литр воды. И вы поджариваете там лучок и морковочку по желанию. Можно, кстати, этого вообще не делать. Можно там чуть-чуть символическое количество лука обжарить, как зажарка. И прям сразу вы добавили сливки. Тут же бухаете туда этот зажаренный лук на сливочном масле в идеале. Лук и морковочку. И тут же можете сразу туда, как только это всё закипело, сразу же туда добавить резаную, не очень, ну то есть я бы сказала, мелко рыбу. Рыба может быть любая. Чем жирнее, конечно, накета, тем лучше. У меня, в частности, сейчас перед вами использован судак. Мелко туда режем с полкило. 400-500-600 грамм этой самой рыбки. И тут же это всё закипело. И суп готов. То есть готовится это. Ну, вы дольше всё это режете, чем всё это готовится. Так, ну а яички. Яйцо здесь, ну, вообще просто для красоты. Оно, кстати, идеально сочетается с рыбным и молочным таким вот бульоном, скажем так. Так, ну и десерт. Десерт 30 грамм семечек жареных и 25 грамм арахиса. Вот такой сегодня получился обед. А, кстати, забыла ещё, вот хотела показать, что у меня спрашивают, пью ли я кофе. Вот недавно кто-то у меня спрашивал в, господи, ну, в комментариях. И вот, короче, мне ещё, что мне ещё подарили на 8 марта. Это вот настоящее. Потому что готовила я кофе вообще чёрт не знает в чём вообще. Даже страшно сказать в чём. Ну, в общем, короче, она такая большая. Здесь, наверное, 700-800 миллилитров, короче. Кофе, короче, тут можно приготовить. Ого-гошечки, сколечко. В общем, короче, вот такую шикарную, офигенную просто вещь, которую я в себе, ну, сама бы никогда в жизни бы не купила. Просто бы удавилась бы от жадности. А тут вот на 8 марта. Хорошо, что есть 8 марта. И вот, короче, я собираюсь. Так как я, я, в принципе, на канале рассказывала. У меня есть видео о том, что и как у меня, так сказать, с принятием жидкости, напитками вообще на кофе. Я не забуду, оставлю подсказочку. В верхнем углу будет. И поэтому, в смысле, вот я сейчас его не сварила. Но там рассказывано, что и как. И очень, короче, кофе сварю себе. И, наверное, даже вот у меня еще есть остатки вот такого кокосового сухого молока. И то, что туда пойдет. Короче, сварю кофе. Это будет уже глубоко после, после обеда. Сварю себе кофе. И, конечно, неполную, ну, небольшой кофейничек. Пью я кофе достаточно крепкий. И, возможно, даже вот с таким кокосовым молоком. Ну, а так, всем кето-привет. Кето рулит. Желаю всем мира, любви, добра и справедливости. Всем привет, пока-пока, что еще? Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok